Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока модули Joomla. Конкретно в этом видео мы с вами рассмотрим модуль, который отображает динамические материалы, то есть статьи на вашем сайте. С панели управления можно перейти модули, либо контент модули сайта. Создать. Здесь есть список материалов. Он называется «Модуль для отображения материалов из одной или нескольких категорий в обычном или динамическом режиме». Давайте рассмотрим данный модуль. Придумывайте какой-то заголовок данного модуля. Этот заголовок можно скрыть здесь. И позиция. Пускай это будет bottom-a. Состояние опубликовано. Вот здесь главное прочитать, и вам будет здесь понятно. Здесь есть два режима. Обычный и динамический. Если выбираем динамический, появляется дополнительная опция «Показать на странице материала». Думаю, из этого описания понятна работа данного модуля. Здесь имеются дополнительные настройки. Давайте сохранимся. Привязка к пункту меню вы решаете, на каких пунктах, но по рекомендации говорят, что надо указать на всех страницах. Следующая вкладка «Фильтрация». Количество материалов. Введите количество материалов для отображения. Если установить 0, будут отображаться все материалы. То есть у нас 0 стоит. Пускай отображается 5, потому что если будет много статей, это будет огромный список. Избранные материалы. Показать или нет, решайте. Далее. Тип фильтра по категориям. Включить или нет. Дальше. Категории. Введите или выберите несколько элементов. То есть просто кликну в это поле. Покажутся ваши категории, где у вас есть статьи. Это если вы хотите определенные категории указать. Я указывать не буду. Материалы под категории. Тоже можно включить. Тогда уровни под категории можно указать. Дальше. Теги. Тип фильтра по автору. Вот у меня два автора. Вася и Федор. Можно указать. Или это отключить можно. Тип фильтра по псевдониму автора. Тоже можно указать. И ID материалов для исключения. Тип фильтра по дате. Тоже можно выбрать диапазон дат. И так далее. Следующая вкладка. Сортировка. Поле материалов для сортировки. Можно выбрать из предложенных вариантов. Направление сортировки. По убыванию и по возрастанию. Я оставляю по умолчанию. Группировка материалов. Можно сгруппировать по год. Поле для группировки. Выбрать. Формат месяца год. Указать. И направление группировки. Также месяц, год, теги и так далее. Я оставляю нет. И отображение. Что отображать? Заголовок как ссылка. Это статья. Заголовок статьи. Отображать ли дату статьи. Также можно здесь менять формат даты. Отображать ли категорию. Количество просмотров. Отображать ли автора. Теги. Вводный текст. И например ссылку подробнее. Заголовок ссылки подробнее скрою. А подробнее просто оставлю. Здесь на самом деле можете настроить так, как вам больше нравится. Во-первых, надо посмотреть на этот модуль, чтобы решить, как его настроить. В принципе, вот они все настройки. Сохранимся. Пойдем на сайт. Обновимся. Вот вы видите, что на главный он не выводится. Но если я пройду какие-нибудь статьи, то вот этот модуль в позиции А у меня выводится. Заголовок как ссылка статьи выводится. Автор выводится. Выводится название категории. Анонс статьи. Отсюда я могу из этого модуля перейти в полную раскрытую статью. Далее я перешел на пункт меню категория. И смотрите, меняется здесь информация. Динамика данного модуля заключается в том, что материалы статьи отображаются только категориям, которую вы открыли. Вот я открыл категорию под названием 1.2. И вы видите, здесь только одна статья. Потому что если я зайду в категории, вот она категория 1.2, то здесь у меня и статья только одна. Вот она. Вот это без категории. Вы видите, 4 статьи. Вот они. Соответственно, если я зайду в статью, там где у меня без категорий, они здесь все и вылазят. И вы это видите без категорий, без категорий, без категорий. Вот так вот работает динамический список материалов. Хочется еще показать, как исключать по идентификатору статьи из списка. Даже здесь, когда у вас выводятся все статьи из соответствующей категории, например, вот статья 1.5. Если мы посмотрим список статей, вот заголовок 1.5, и ID надо смотреть вот в этой колонке. У нее ID 5, идентификатор. Уникальный номер данной статьи. В настройках модуля, на вкладке фильтрация, ID материала для исключения. Ставим пятерку, сохранимся, пойдем на сайт, смотрим, статья 1.5 должна исчезнуть. Обновляемся. Все, данная статья отсюда у нас исчезает. На этом видео мы с вами заканчиваем разбор модулей. Просто я думаю, что все остальные модули, если вдруг какие вам интересны, многие, кстати, мы из этих модулей уже касались в предыдущих видео, вы уже сможете разобраться самостоятельно. Если вдруг из этих модулей, о которых я не рассказал, но о которых, я думаю, вы сможете сами разобраться, пишите в комментариях, какой видеоурок вы хотите из модулей, которые я не осветил по Joomla 4. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok